Друзья, приветствую вас! Вы смотрите канал Политека. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами сегодня, за то, что смотрите, поддерживаете. Не забывайте также этому видео поставить ваш лайк, подписаться на наш канал, если этого еще не сделали, и написать вопрос, либо же комментарий под этим видео. Мы, как всегда, отбираем самые интересные вопросы, задаем нашим уважаемым экспертам. Сегодня с нами на связи Дмитрий Потапенко. Дмитрий, мы ее приветствуем вам. Добрый день. Дмитрий, я хочу нашим зрителям напомнить, что у Дмитрия есть свой YouTube-канал, поэтому, друзья, не забывайте, сразу признаюсь, я сам время от времени захожу на канал Дмитрия Потапенко, просматриваю, анализирую и получаю ценную информацию. Поэтому обязательно подпишитесь, напоминаю, Дмитрий Потапенко найдите в YouTube. Дмитрий, начнем с вами с анализа. Поток нефтедолларов в Российской Федерации быстро усихает. Так, согласно официальным данным, экспорт товаров у страны просел аж в три раза до 100 миллиардов долларов, импорт составил чуть-чуть менее 72 миллиардов. Как итог, положительная сальда торгового баланса сократилась почти в два раза, с 54 миллиардов долларов до 29 миллиардов. Таких финансовых проблем, как говорят, экономика Российской Федерации не знала с 2016 года. Причина известна, Российская Федерация прекращает существование в качестве энергетической сферы державы из-за санкций Запада. Доходы Российской Федерации в продаже энергоресурсов продолжают сокращаться в связи с потерей западных рынков. Стране грозят колоссальные экономические проблемы, на это указывают появление в федеральном бюджете страны огромной финансовой дыры в 2,4 миллиарда рублей, что стало рекордом с 90-х годов. И это всего за первые три месяца нынешнего 23-го года. Так ли это, Дмитрий, по вашему анализу? Ну, так, значит, цифры разумны, вывод только такой, из другой оперы. Значит, треть российской нефти невозможно заместить как класс. Это, к сожалению или к счастью, медицинский факт. Поэтому она перестает, может быть, для европейского рынка, но у нее нефть и газ гонятся в объемах, конечно, с падением, но тем не менее, через Турцию, Индию и Китай, например. Например, сейчас Европа потребляет так называемый индийский мазут и индийский дизель. Только он нифига не индийский, а попросту говоря, Россия потеряла именно то, что она раньше гнала в готовом продукте. Сейчас она гонит сырье, а индейцы перерабатывают. И Европа делает, как обычно, изображает, что она не взаимодействует с Россией. Она взаимодействует, но только через прокладку. Поэтому, как бы кому-то не хотелось, для того, чтобы заместить российский экспорт именно по нефти в первую очередь, нужно для этого, чтобы ОПЕК состоял из других стран. А ОПЕК по странному истечению обстоятельств никоим образом не состоит из западных стран. Поэтому это, как говорится, в огороде бузина в Киеве и дядька. То, что происходит просад по объему продаж, если не в два раза, то, по крайней мере, на 30 с лишним процентов, там 37, по-моему, в общей сложности, да, это имеет место быть. Именно по причине того, что здесь приходится делать это обходными путями. Поэтому здесь надо разделить. А по газу, поскольку газы реализуются в Российской Федерации на внешний контур всего лишь 20-25 процентов от того объема, который есть, он также идет в Индию и также перерабатывается, но уже в другую ипостаси, это в нефтехимическую промышленность, там волокна, полипропилен, ну и так далее. Ну, то есть вопрос не в очень страшных санкциях, а вопрос только в том, что, скажем, как вы сказали, в этих прокладках, они делают этот процесс дороже. Дороже и менее доходным для бюджета. Сейчас просто изменилась очень структура, как это, абсорбации финансов. Если раньше был некий большой котел под названием бюджет, то сейчас появилось огромное количество всяких печатей, которые абсолютно около государственные, там из государственных чиновников, где вот через эти ручейки идет проход денег. Последнее, соответственно, появление, это именно появление денег как бы из воздуха, а там на секундочку полтора триллиона рублей у господина Силуанова, оно же произошло не из воздуха. Просто вот этим печатем, а не государственным, ну кто-то там в зависимости от близости, было дадено команду, и эти деньги появились. Поэтому говорить о том, что как-то деньги в Российскую Федерацию перестали поступать, это, конечно, ложь. Бюджет действительно получает серьезные бреши, но этот год закрыть, ну, в общем, проблем не составляет, скажем честно. Если не будет сверхэкстраординарных затрат, что, в общем, с учетом закона о новых электронных повестках приведет, наоборот, к экономии бюджета в данном случае, то, в общем, они таким образом много чего сэкономят на существовании граждан. Это даст плюс в бюджет. Плюс бюджета все-таки. Ну, конечно. Мы сейчас как раз к этой теме дойдем. Во-первых, я хочу, чтобы вы сказали ваше мнение по этой новости. Я нашим зрителям напомню, что буквально за несколько часов Госдума приняла поправки, радикально изменяющие закон о воинской обязанности и воинском службе. Теперь основным видом повестки для явки военкомат, вероятно, станет электронная, которая будет иметь такую же силу, что и повестки, рассылаемые заказными письмами, а также оповещение через работодателя. И с этого момента гражданин будет считаться призванным на военную службу и потеряет право покидать страну. Ну, там несколько даже все жестче. Там не обязательно госуслуги. Просто если повестка внесена в некий реестр, который никто не видел, никогда не знает, есть у вас на госуслугах получили физически, вы об этом даже можете не знать, то через семь дней, если вы не явились, то ваше водительское удостоверение, если таковое есть, становится недействительным. Вы не можете регистрировать недвижимость как на покупку, так и на продажу. Вы не можете регистрироваться в качестве ИП самозанятых. Вы не можете получать кредитные ресурсы. Никакого толка. То есть вы полностью поражаетесь в правах. И поскольку в осень будет принят закон, а это уже маловероятно, то есть это иллюзорность, что он не будет принят, что изменится и возраст призыва на военную службу именно на регулярную, это с 18 до 30 лет. То есть если до этого закона военную службу формально подпадает мужское население в размере 25 миллионов, то с осени будет 37 миллионов. Ну и при этом то, что это напрямую противоречит Конституции Российской Федерации, в частности идет речь о статьях, в которых прописано о свободе передвижения, выезде, охране частой собственности, это, я понимаю, никого не колышет. Слушайте, феодальное государство, ну кого кого колышет. Ну это все равно, что рассказывают, вернемся к каким-то средние века, и все мы изучали эти средние века, я что-то не помню, чтобы там выходили на митинги. Ага, выйдешь ты на митинг. Там даже такой формы взаимодействия не было. Феодал говорил, что мне там нужно такое-то количество ланскнехтов. Его, как это, рыцари приезжали, там, всех мужчин, которые могли держать лук. Все, то же самое. Только форма чуть-чуть изменилась. Дмитрий, остается в нынешней Российской Федерации какая-то возможность уклониться от призыва в армию, а равно от участия в войне против Украины на законных основаниях? На законных нет. То только уголовное преследование, и то достаточно локально. Потому что попав под уголовное преследование, вы попадаете в ЧВК с еще большими шансами на поражение в правах. Ну, потому что когда вы уголовника еще попадаете в ЧВК, который законом не установлен, то вы вообще кто? Если вы хотя бы в регулярной армии, вы хотя бы по формальным признакам военнослужащего вооруженных сил Министерства обороны, то даже в соответствии там со всеми конвенциями, даже когда ВСУ будет, если будет там обмен пленными, вы комбатант. А если вы ЧВКшник, то мало того, что вы уголовник, то к вам вообще никак не имеют права не применять никаких норм даже в Венской конвенции. Ну, то есть особо выбора нет. Либо армия, либо ЧВК, я так понимаю. Ну, либо ты садишься, да, и сидишь. В общем, то есть как это из огня до в пол. Я почему удивился, когда вы сказали о том, что это может способствовать экономике, потому что есть версия, что принятый Госдумой и Советом Федерации, Российской Федерации, закон о реестре воинского учета и электронных повестках накатирует российскую экономику, так как способен вызвать новую волну эмиграции российских граждан за границу. Если вспомнить историю, объявленную в Российской Федерации в сентябре прошлого года мобилизации, когда за рубеж выехало огромное количество россиян, то происходит вымывание молодежи с российского рынка, и в случае второй волны мобилизации рынок потеряет еще 2 миллиона человек, прогнозируют экономисты. Наивняк. Люди, которые выехали, там 300-400 тысяч, что они будут делать за рубежом? Ну, потому что сейчас Болгария, например, делает короткие визы. Каждая страна, это не то, что будет из разряда русофобии, это из разряда того, что, в общем, зачем им наплыв эмигрантов, тем более мужеского пола, им это нафиг не упирается, и все страны будут сокращать. То есть, куда россиянин с российским паспортом? У него что, есть какой-то, у него, там, нету никакого нансеновского паспорта. Его шеймят и в России, его шеймят и, соответственно, в Европе. Поэтому ему что там, что там. Только там ему еще как-то, он будет сидеть без работы, потому что у него нет официального статуса. Потому что он, даже если он выскочит, у него либо будет туристическая виза, очень короткосрочная, которая очень быстро закончится, и продлевать ее нужно в российском консульстве, где ему вручат повестку такие. Вот. Кто его будет принимать? Только на нелегальную работу. Поэтому шансов на то, что будет 2 миллиона, даже иллюзии в эту сторону, я вот когда закон... Он уже принят закон, никакого верхнего Ларса второго нет. Власть сделала правильные выводы с точки зрения управления. А люди, которые как-то выехали, многие вернулись. Почему? Потому что ловить там не хрена. Ну, то бишь, ты... Если украинский беженец, там, вот эти 10 миллионов человек, которые выехали, они могут рассчитывать на какую-то финансовую помощь, на систему адаптации. Ну, то есть, есть прямо эшелонированная система, которая позволяет там пересидеть или наоборот адаптироваться и остаться в стране. Для россиян подобного рода нет. Поэтому у них какой вариант? Их запирают как в крышке, еще законопачивают. Поэтому, поскольку, как это... Я понимаю, там у нас некоторые персонажи говорят, ну, идите, протестуйте. Ну, вот, будет появляться количество зэков, а потом зэки будут попадать в ЧВК. Так что, блин, если мозгов нету, самое главное, с какой там новой, прекрасной России и будущей вам будете соседствовать? Состоящие из людей, которые... Старые пердуны, которые отправили нетленной рукой этих людей на убой. Так что, раз не хочется думать, каков будет сосед, и вот эти короткие визы, это абсолютно работа на Кремль. Флаг в руки. Я уже... Ну, я даже это бессмысленно в эту тему как-то погружаться. Создаётся. Да, создаётся осознанно, соответственно, реваншистская Россия с наиболее реакционными... То есть, будущее России еще будет более реакционно, чем есть сейчас. И как будут выживать соседние государства, которые сейчас остаются без вооружений. Кто их-то поддерживал? Российский паспорт. Это сейчас приговор? По факту, да. То есть, российский паспорт за рубежом, ну, по крайней мере, в Евросоюзе, это такой достаточно... Ну, он очень достаточно давно, но сейчас он становится всё больше и больше. Другое дело, что это тоже ряд стран. Да, приходится... То есть, люди, которые работают... Ну, как-то не весь мир против России, скажем честно. Это не вопрос пропагандизма, потому что, как это... У меня друзья... Чего далеко ходить? Какие друзья? Ладно, мои друзья, они к этому не имеют никакого отношения. А что там у нас родственники из Министерства обороны делают? Все говорят, ой, как же это... Ну, из Министерства обороны Российской Федерации. А хочется уточнить, а дорогие другие, которые вот говорят, а давайте там всем россиянам всё позакрываем. А вот вы не знаете, кто выдавал визу этим, как говорится, родственникам высших чинов Министерства обороны? А? Может быть, это те же самые люди, которые закрывают счета россиянам? А ты говоришь, чем они там расплачиваются, все эти люди? А у них, как правило, карточки работающие. Может, это те же самые банки, которые всякой мелкой, мелкому айтишнику позакрывали счета, а крупному чиновнику Российской Федерации не закрывали. Так что вопрос-то надо задавать не охать и ахать, а говорить о том, что фарисейство и вот эти двойные стандарты тех европейских государств, которые как-то по отношению... как они принимают участие в поддержке? Кого они поддерживают? Они поддерживают большие бабки. Как и поддерживали ранее. И поэтому это к вопросу о том, как будет восстанавливаться Украина. Как только вопрос, соответственно, военной фазы закончится, трубу починят и будут качать газ. А Украине будут, как говорится, ездить по ушам и рассказывать, что да-да, вот еще чуть-чуть, еще 15 минут, вот точно так же, как поставляется вооружение, еще чуть-чуть и будет вам какая-то помощь. А взаимодействовать все равно будут с теми, у кого ресурс. Вот в чем основная задница. Потому что вот эти случаи с высокопоставленным чиновникам показывают абсолютную, что называется, беспринципность. Но другие могут писать вот там вот в комментариях, что нет, давайте граждане России будут платить репарации. Вы вот как раз обратитесь к нам, кто там, во Франции это было? Обратитесь, спросите, дорогая Франция, а как же так? Почему вот высокопоставленный там, соответственно, родственник из Министерства обороны у вас не только приезжает, вы выдали визу, как я уже сказал. Репарации будут? Ага, сейчас. Флаг в руки. Это, кстати, по поводу репарации была недавно новость, что намерение Европейской комиссии использовать замороженные активы Центробанка России для восстановления Украины встали перед юридическими преградами, а также тем, что не все государства-члены смогли обнаружить все эти активы на своей территории. Об этом пишет «Европейская правда». Говорится в публикации «Диа Велл». По оценкам Еврокомиссии на территории Европейского Союза находится около 300 миллиардов евроактивов российского Центрального банка. Еще 21 миллиард евро принадлежит, как считается, российским олигархам. Но вот с поиском средств Центробанка проблема. По этим данным заключается в том, что отследить их за рубежом сложно. Они хранятся на многочисленных счетах, которые не всегда можно связать с банком в Москве. Как говорят, охота за сокровищами Набиулина в Европе, похоже, сложнее, чем ожидалось. Ну, то есть, другими словами, Европейский Союз до сих пор не нашел у себя всех активов, это раз. А с другой стороны, не нашел способа, чтобы их потом передать. Ну, я говорил это с первого дня. Это абсолютная иллюзия. Потому что... То есть, те, кто... Кому-то хочется вот этого психологического момента, что там сейчас Евросоюз чехлит, а потом будет чехлить Россия, не будет. Ну, надо как-то уже становиться взрослыми. Хочется сказать, что рассчитывать на вот этой ежедневенческой позиции, что да, агрессия, там, да, вопросов нет. Но если вы думаете, что хоть когда-то происходила какая-то репарация, я вам привожу простой пример. Российская Федерация год находится в техническом дефолте. То есть, она отказалась платить по всем облигациям, обязательствам год технического дефолта. Совершенно логично было бы задать вопрос, ну, вот это же международные компании, акции, инвесторы, деньги которых обращались на российской бирже. Они же потеряли убытки. Совершенно логично. Там должен быть суд, который должен присудить и оценить эти убытки. Они, кстати, не очень сложно считаются, в отличие от военных или там каких-то преступлений, потому что это там, ну, там конкретные деньги. Они считаются прямо в циферках, прямо в доказательной базе. И сама страна объявила технический дефолт. Ну, казалось бы, соответственно, этим инвесторы должны обратиться, получить решение суда, потом вот эти из 300 миллиардов долларов получить эти бабки. Ничего не произошло. Ничего не произошло. Второй факт. 800 самолетов. Их забрали, потому что они, ну, а теперь они как-то переоформлены. Ну, реально они принадлежат лизинговым компаниям и всем остальным. 800 самолетов – это миллиарды долларов. То же самое. Сумма легко считается. Получаете решение суда, идете там, где эти деньги якобы лежат, и получаете. Ничего не получили за год. А уж казалось бы, это примитивные функции. Поэтому, ну, я когда вот читаю там периодически, вот это, да, там все россияне будут пожизненно платить. Не будут. Не потому, что это там хочется или не хочется, потому что механизма не существует. И то, что о чем пишут, уже не пишут, это не первое, как бы, условное расследование. Это не деньги в каком-то там сейфе, где их там запаковали. Поэтому для того, чтобы, соответственно, делать, в том числе и продолжать, с одной стороны, нужны собственные военные заводы, и второе, ну, нужна собственная экономика. И это к вопросу о том, что нужно улучшать качество государственного управления. Как бы ни шла война, но мы, вот мы еще, я с СИО-клубом Украины записывал до этого, кто 57 миллиардов долларов получил долгов перед МВФ. Это было до... Это что, кровавый режим Путина? А кто чморит ФОПы? Это Путин чморит? Кто делает по странному стечению обстоятельств? Мы это тоже с Эдуардом обсуждали. Российский, как это, фонд медицинского страхования объединяется там с фондом, соответственно, пенсионным 1 января. И по странному стечению обстоятельств украинский. Это что делает? Это прямо хочется сказать, что украинские чиновники случайно не в Кремле работают. И это кто должен делать? И это и там, я не знаю, там тоже какие-то агенты влияния. Поэтому без внутренней, очень тяжелой работы выиграть эту войну будет невозможно. И рассчитывать, что это все зачехлит либо условный Запад, либо зачехлит условные активы России иллюзорность. Но если это и хочется иллюзорность поддерживать, не вопрос. Не вопрос. Я еще раз говорю, это вопрос психотерапии или психиатрии. Поэтому ты считаешь, как вопрос наступления. Потому что все вы, даже военные уже, эксперты признают, что объем поставленного вооружения не позволит произвести какого-то там активного отвоевывания территорий. Будут какие-то территории отвоевывания? Да, возможно. Но они будут очень незначительные. А это была достаточно серьезная работа условного Евросоюза. Поэтому еще раз говорю, без выстраивания собственной военной промышленности это иждивенческая позиция, что нам дай там, либо дай там не работают джентльмены и леди. Ну и плюс ко всему гражданское общество. Если вы хотите получать поддержку в том числе, а вам простите, извините, я это скажу, раз вам это не очень нравится, вам нужно нормальное российское гражданское общество. Вам нужны нормальные россияне, не хорошие русские, как вы называете, а вам нужны нормальные россияне, у которых нету желания там с кем-то там воевать, на кого-то нападать. И для этого, как ни покажется странно, было бы неплохо, чтобы в том числе и украинское общество поддерживало тех политиков, тех людей, которые протестовали каким-то образом в их устремлениях. Потому что я знаю огромное количество россиян, которые делали фонды, делали, соответственно, благотворительные акции в пользу украинцев. Но я не знаю ни одной украинской организации, например, которые поддерживали, проплатили за адвокатов Кары Мурзова, я не знаю, или той девочке, которую убили ОМОНовцы, убили, они реально забили ее, когда она вышла на протестную акцию зимой в Москве. А таких акций должно быть было очень-очень много. И вот когда будет вот это движение друг навстречу друга, тогда не будет войны, не будет гражданских войн и противодействия. Это очень важно. Это не снимает вины, соответственно, за агрессию с военных сил и, соответственно, с других. Но надо для себя понимать. Как раз о принятых решениях, еще об деньгах, не знаю, насколько оно может воплотиться в реальность. Российскую Федерацию обязали воплотить 5 миллиардов долларов компенсации нафтогаза Украине за убытки по Крыму. Соответствующее решение принял арбитражный трибунал в ГААГе. Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегической важной инфраструктуры. В России отреагировали официальное заявление, что для анализа решения им нужно некоторое время. Но я порылся немножко в информации и были данные, что в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года компания имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ. Я так понимаю, что Украина, судя по всему, нафтогазу вернее, придется пойти по такому пути. Но, с другой стороны, снова же таки мы возвращаемся к предыдущей теме. А толку ли будет? Абсолютно верно. Реализуем. То есть, называя своими именами, как это, это вот как принятая бумага по Международному уголовному суда. А она реализуема? Вот, к сожалению, тот конфликт, он показал, что большая часть макулатуры, я буду это так называть, международных взаимоотношений, она абсолютно нерабочая. Что НАТО нерабочая, что ЕС. Больше чем, больше, кроме как выйти на, помитинговать или какой-то, подсветить Эфелеву башню в цвета флага, больше ни на что не способны эти все данные. И это подчеркиваю, что для меня, как-то, я говорю, это моя позиция, она фундаментальна, она за год, она больше, чем за год, она одна и та же. Прекратите заниматься этой херней, концертами и всем остальным, езжайте на оборонные заводы. Если нету танков и прочего вооружения, рот закрыли и нихера людей отвлекать, потому что для людей это ложные надежды, это абсолютно ложные надежды, что их поддержат, их содержат или еще что-то. Делайте дела, а не слова и вот эти красивые картинки. Но поскольку все выходит вот этот свисток, поэтому мы имеем то, что маемо, шо маемо. Что, к сожалению, объем вот этих там леопардов и хаймарсов, он настолько, что все перешло в болотистую ситуацию, затяжную. Ни у одной страны нет ни малейших возможностей продвинуться. И все. Дмитрий, еще о принятых решениях или вернее об различных инициативах. На фоне растущего дефицита, о котором мы с вами поговорили, нехватки денег на покрытие военных расходов, в России придумали, как решать эту проблему. Депутат Госдумы Олег Нилов, представляющий фракцию «Справедливая Россия», предложил ввести военный налог на время войны против Украины, по его словам, к налогу на доходы физлиц. Необходимо добавить от 2 до 3%, чтобы граждане РФ отчисляли 1-2 тысячи рублей каждый месяц. Мне кажется, 1-2 тысячи это и так уже перебор от того, что россияне получают, как мне кажется. Но с другой стороны, если правильно я понимаю и перевести слова Нилова, это друзья, собираемся и скидываемся на войну. Ну, он же апеллирует, что он говорит, вон смотрите, в Украине это же есть, типа, теперь и у нас надо это сделать. Я в данном случае понимаю, шансов на реализацию, по крайней мере, в этой итерации от депутата Нилова, это он нулевой. Если бы это был другой депутат, потому что как-то все депутаты одинаковые, но есть, если бы это было даже не Единая Россия, а не просто Единая Россия, ну, там есть набор, условно говоря, 5-7 депутатов, и это была бы их инициатива, ну, не их инициатива, скажем так, а они бы озвучили инициативу АПшечки, тогда, да, это шанс на принятие был бы высок, а так, ну, это малореализуемая история. И обычно, в общем, как-то АП этим не занимается, АП работает по-взрослому, она уж как-то, вот, прийти там, отобрать условных, там, финансово-промышленных групп, которых называть олигархами, там, там, 350 миллиардов рублей, да, а собирать с людей, там, 1-2 процента, ни о чем. Но при этом, по разным сообщениям, среди российских граждан уже немного ширятся такие панические настроения, и, особенно на фоне стремительного падения курса рубля, поскольку доллар на московской бирже впервые за год поднимался выше 83 рублей, а евро превышал 90 рублей, что привело к появлению очередей возле пунктов обмена валюты и в российских городах. Очевидцы сообщают, что впервые становятся свидетелями таких длинных очередей. Тут хотелось бы понять, правда ли это, наблюдали ли вы такие очереди, и с другой стороны, россияне сейчас будут держать деньги где-то там под подушкой в баксах, потому что это единственный шанс остаться хоть при каких-то сбережениях, и то, если они есть. Ключевой вопрос, если они есть. Ну, в ряде обменников такая история была, но по большому счету в общем, валют купить just in time, то есть, грубо говоря, придя, это крайне редко реализуемо, но заказать за три дня такое возможно. На черном рынке, да, возможно, но все равно там обычно это требуется сутки для сбора, ну, там, условно говоря, сумм каких-нибудь там от 100 тысяч долларов. Поэтому собрать валюту сложнее, чем было ранее. Если раньше ты поделал это фактически в течение часа ты мог набрать практически любую сумму там вплоть до миллиона долларов, то сейчас это обычно там 3-5 дней. Но еще вопрос у людей денег нет. Это что-то по-другому. Да, денег нет, но вы держитесь. Но при этом видим, как биткоин растет, и там уже до 31 тысячи, если не ошибаюсь. Это все-таки из другой оперы, это никак не связано с все-таки Россия и Украина, не надо быть эгоцентричным и думать, что даже то, что называется эсфоэль, наши разборки хоть как-то влияют на этот курс. Мы в платежном балансе мира вообще незначимая величина. Нас вообще не существует. Не-не, я просто так слово вспомнил, как раз видел сегодня сообщение, 31 доллар, 300 на 1000 долларов, впервые, по-моему, с июня 2022 года. Еще о различных условиях от Российской Федерации. Россия не видит возможности продлевать зерновую сделку по вывозу зерна из портов юга Украины после 18 мая. Если не будут приняты решения, а именно 5 системных проблем заключенного летом 2022 года соглашения, об этом 13 апреля сообщил МИД России. По условиям переподключить Россельхозбанк КСВИФТ, возобновить экспорт своей сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование запрет на доступ в порты, восстановить работу АМИАК-провода Тольятти-Одесса и разблокировать зарубежные активы и счета российской компании, связанные с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. Тут понятно, что Российская Федерация продолжает шантажировать цивилизованные страны с помощью этого зернового соглашения, но, как мне кажется, тут особенно еще привлекает внимание вот этот первый факт, что Кремль в первую очередь интересует восстановление подключения этого Россельхозбанка к СВИФТ. Ну, скажем так, расчеты Российской Федерации идут, в общем, весьма неплохо. Газпромбанк никуда не делся. Все данные от того, что кто-то оказывает давление на Райф, уйдет отсюда и Райф. Сейчас уже все переходит в два банка. УТП-банк, это Венгерский банк и, соответственно, Газпром. Поэтому вот эта история с давлением на Райф, на мой взгляд, она контрпродуктивна, потому что, поясню, если там, это не вопрос в том, что Райф зарабатывал здесь какие-то колоссальные деньги. Райф куда был бы, мог хотя бы предоставлять информацию, какие платежи проходят. УТП-банк венгерский и Газпромбанк. Вы даже как и что платится не будете никогда знать. Поэтому это вот из разряда как это назло маме отморожу уши. сделали давление на Райф, чтобы он не работал с кровавыми деньгами. отлично. А Россельхоз, там, на самом деле, последние два требования крайне важные. это, собственно, это страхование и возможность по технике. Вот это важно. Но в первую очередь страхование и разблокировка портов. Все остальное это больше замыливание важных требований. Но с другой стороны, 18 мая условия не будут выполнены. И что, Российская Федерация предостановит свое участие? Российская Федерация предостановит свое участие, но с помощью открывашки под названием Турция продолжит свое участие. А там выборы? А там хоть выборы, соответственно, выборы на выборах, но для Эрдогана, соответственно, когда он будет миротворец и спаситель Африки от голода, наоборот, это очень хорошо. То есть, он просто эту историю использует в своих интересах. Салют. К сожалению, если бы большинство наших обывателей, которые я там читаю, им кажется, что политики принимают в пользу какой-то одной страны. Политики это самые продажные люди, которые по левым мизинцам правой руки принимают решения в пользу одной страны, а по, соответственно, указательным пальцам в пользу другой. И делают это весьма виртуозно в рамках одного и того же соглашения. Как там было известно выражение? Нет вечных друзей, нет вечных врагов, есть вечные интересы. Да, абсолютно. О слитых данных очень кратко с вами. Секретарь Совета нацбезопасности России Николай Патрушев и начальник генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов хотели саботировать план президента Российской Федерации Владимира Путина по захвату Украины, пока тот лечится от рака. Говорится в одном из слитых секретных документов Петагона. Об этом сообщили 13 апреля Daily Mail. Документ относится к одному из брифингов американской разведки, которая ежедневно мониторит различные источники по всему миру. Этот доклад предположительно содержал слух о том, что военно-политическое руководство России замышляет сорвать войну в Украине, пока Путин проходит курс химиотерапии. В верхней части слитого документа содержится ряд аббревиатур, которые указывают на то, что эта информация под грифом совершенно секретна. Можно доверять таким вброс? Или все-таки... Я думаю, что это вброс, но при этом то, что можно четко сказать, что не надо искренне считать, что в том же Министерстве обороны все искренне хотят уничтожить Украину. Я почему чуть ниже дал отповедь тем, кто всех весь русский паспорт, скажем так, мажет в одну сторону, ну, я имею ввиду из Украины, потому что, во-первых, не забывайте, и это очень важно не забывать, что не все страны на вашей стороне и не все страны на стороне России причем я сейчас говорю про европейские, которые с одной стороны как это подсвечивают Эфилеву башню, а с другой стороны великолепно принимают сотрудников Министерства обороны. вот, и поэтому до тех пор, пока вы не поймете, что формирование, в том числе гражданского общества на этой территории это, к сожалению, и ваша задача, пусть малой-малой частью, но это ваша задача, без этого ничего не произойдет, потому что соседями мы останемся, как бы кому-то не хотелось, никакого моря здесь не будет, как мы обсуждали с Эдуардом как-то про одного известного политолога, поэтому у нас не просто единая стенка, она у нас единая прихожая, единая парадная, и для того, чтобы, как говорится, сосед оказался нормальным, нужно сделать так, чтобы вселился сосед, не пьяный алкаш с кувалдой наперевесом, может быть, сначала хотя бы, как говорится, тихая алкашеская семья, а потом может быть, эта семья трансформировалась и стала бы тихой, интеллигентной семьей. Я понимаю, что это очень не нравится, но без этой работы долго и упорно так и будет, соответственно, выигрывать тот, у кого право силы. Для того, чтобы появилось право закона, ваш сосед должен быть тот, кто уважает это право закона. А если думать, что оно образуется само, вот само оно образовалось. Образовывалось с восьмого года, не с четырнадцатого, с восьмого. Так что, вот так вот. Поэтому, я считаю, что это вброс, но при этом Министерство обороны, подчеркиваю, что огромное количество людей в погонах, ну вот яркий пример тому просто часто приводят покойного генерала Лебеди, но люди, которые прошли там, например, обе чеченские войны, особенно если они были где-то в боевых частях, они не настроены убивать себе подобных. Я бы сказал бы так. Подобного рода мнения присутствуют среди вояк. И это нормально. Абсолютно. Дмитрий, ну, знаете, я толкнулся от недавнего интервью Fox News Трампа, где он сказал о том, что Путин любит Украину, он читает Украину своей частью, Россию и так далее. Тогда хотелось бы понять, а что по выражению «я поддерживаю Украину»? когда мы слышим от российского человека такие слова, к примеру, там «я люблю Украину», как понять, что он это говорит искренне и его слова соответствуют действительности, а не там это какой-то там шпион, коллаборант и так далее? Здесь вот я вообще не переварю, когда вот люди говорят про любовь к стране, к любой стране, я начинаю как-то меня это как раз напрягает, когда человек если будет говорить «я люблю Гондурас или еще что-то», потому что, знаете, любовь бывает разная, 50 оттенков серого. Здесь должно быть ключевым уважение к территориальным границам, уважение к главу высочайшей ценности человечества, вообще человечества, не относится это, потому что не существует того, что мы называем нацией, у нас такой перемесь у всех ДНК, что как-то когда кто-то говорит «я там русский, украинец, еврей или же с ними служит дружок», это мальчик-девочка рождается без паспорта и без нации, это потом мы начинаем его наделять этими признаками, поскольку я как человек, который, я являюсь истовым анархистом, могу сказать, что существование государства само по себе контрпродуктивно, это мы их себе вешаем в качестве границ, границ не существует, наша родина, как говорится, это земля, она никогда не должна была быть разделена на границы, это мы их начали себе устанавливать, поэтому ключевой вопрос это уважение к убивать себе подобного ни по какой причине невозможно, как класс, понятно, что если на вас нападают, именно вас стреляют, не гипотетически выстрелят, а вот вы видите угрозу реальной жизни, это единственный момент, когда вы можете себе подобного причинить вред. Все остальное про любовь, когда особенно любовь к себе, я уже многократно уже это говорил, говорил еще до 14-го и ранее, я вообще не считаю нормальным наличие между странами границ как таковыми, наличие паспортов, приписывание кому-то каких-то национальных черт, то, что как вы только начинаете как-то выделять якобы существующие национальные черты, я всегда говорю, а вы приезжаете на границу ваших государств, и когда люди говорят на суржике, съездите, например, в Южный Тироль, в котором, а это Италия, в котором написано прямо при въезде Южный Тироль, это не Италия, где говорят все на немецком языке, и таких территорий, самое главное, это рассматривать приграничные территории, на них очень четко обрисовывается, что нет никаких разделений на нации, народности, на культуру и все остальное. Где-то там ближе к центрам появляется подобного разделения, но чем ближе вы сходитесь, тем меньше этих разделений. Поэтому мы уроды перелопатили единое гражданское общество всего мира, разделив друг друга на какие-то сообщества и теперь сремся из-за хер знает чего. Это человечество убого в своем понимании. Каждый считает, что у него должен быть паспорт. А если представь родной, у тебя нет паспорта, что ты будешь делать? Вот родился ребенок, он кому принадлежит? Он принадлежит папе, маме, своему узкому абсолютно сообществу, своей семье. Почему он должен, пересекая вот у нас между мной и Эдуардом, есть некая граница? Почему вот в эту секунду стоит вот здесь какая-то тварь-чиновник, который говорит, Дима, ты не имеешь права переходить? Почему вы сами отбираете свою свободу выбора, передаете вот этой мифологической штуке, которую ошибочно называете государством? Сейчас комментаторов эго, что они не в состоянии освободить себя вот от этого монструозной религии. Государство это религия, которую абсолютно четко попов подвинули и появились чиновники. Ну, как-то я не собираюсь никого освобождать, потому что раба невозможно освободить, поэтому человек как родился, сразу ребенку, надо паспорт там, соответственно, нацию определить. Нет, ребята, это определение, не существует в природе. ДНК вам это все покажет, что нету никакого чистокровного украинца, ни чистокровного русского, ни чистокровного еврея, там, никого не существует. Нету, это мы сами себе придумали. Это вам любой, не только генетика, антрополог расскажет. Я в любом случае хочу наших зрителей призвать, наоборот, чтобы писали свои мысли, комментировали, и, конечно же, поддерживали это видео. Для нас это очень важно, и не забывайте, что мы тоже реагируем и читаем ваши комментарии. Дмитрий, напоследок хочу спросить ваше мнение, что за пиар-компания у Путина в Африке, потому что появилось сообщение, что Путин приобретает медийную популярность прямо в Африке. Как сообщает издание The New York Times, пророссийские материалы освещают войну в Украине, становятся все более востребованы у потребителя. Телеканал Африк Медиа, имеющий миллионную аудиторию, заключает договор с РТ, Кроме того, экспертный контент на нем направлен на восхваление Путина и оправдывает российское вторжение в Украину. Об этом информирует издание. Правильно ли я понимаю цель этих мероприятий? Что в содействии получения поддержки со стороны такого лояльного населения и оправдания усиления российского влияния на континенте сейчас пытаются с помощью этих медиа махинаций? Ну, я скажу так. Немножко это время упущено. Дело в том, что Rush Today очень активно работает в Африке. И поскольку мы с моим партнером летим в бизнес-миссию, везем бизнес-миссию в ЮАР в августе этого года, я могу сказать, что позиция Африки по большей части она так называемая пророссийская. А это не вопрос про поддержку. какая она поддержка, черта мать. А то, что там можно будет соответственно ставить пророссийские режимы. Советский Союз этим развлекался. Все как это, на круге своя. Плюс там ресурс. Так что это абсолютно чисто экономическая история. Ну и там где-то на горизонте я так понимаю и Пригожин со своим чуваком появится. Ну вернее не появится, он и так там прибывает. там свои будут чувака, потому что сложность была чуть моложе. Дело в том, что я думаю, что если вы поищите, я думаю, среди вашего окружения найдутся те, кто являлись соответственно военспецами в Судане, в Чаде, в Египте, в Ливии. Ну, те, кто смотрит и наблюдают за моей историей, знают, что в Ливии я был, мои родители были в том числе в 78-м году. То есть мы строили СССР тогда, напомню, чтобы не было что-то там россиянцы, как обычно. Мы с вами вместе строили аэродром для Муаммара Каддафи в пустыне Джофра для стратегических бомбардировщиков. Пустыня Джофра это уникальное место, где за 100 лет выпадает 50 миллиметров осадков. Поэтому СССР крайне активно осваивал Африку для того, чтобы... Посмотрите, опять-таки, на флаги африканских государств, где во многих присутствует автомат Калашникова. Мы же пытались там строить социализм. Мы пытались выстраивать на Афре, в Африке социалистический блок. Так что ничего нового. Все как это... Все повторяется и выходит на круги свои. Второй за... Ну, там очередной заход. А то, что вы там будут поддерживать, условно говоря, ну, Украине от этого ни тепло, ни холодно. Ну, будут африканские государства. Соответственно, как это... Чем они его поддержат? Чем они поддержат российский режим? Если они его поддержат дешевыми ископаемыми или, соответственно, по появлению какой-нибудь... Ну, раньше была там социалистическая партия, а тут появится там, например, партия Единая Россия в каком-нибудь Судане. Ну, это ни на что не повлияет, потому что по практике... Ну, я опять-таки не скажу зову всю Одессу, потому что мы работаем на уровне, опять-таки, посла там, ЮАР. Там выигрывает тот, у кого крупнокалиберный пулемет. Верят они в то, что выгодно сегодня. Хотите, чтобы был социализм? Будет социализм. Хотите, будет, чтобы завтра мы ходили в париках? Будут в париках. Африка очень нищая, нищая, к сожалению, в целом нищий континент, в котором очень невысокий уровень образования в целом. поэтому там к ней по-прежнему отношения всего мира как колониальной части. А в данном случае просто Российская Федерация многие десятилетия, и это не вчера, Russia, Тудэй там работает очень-очень давно, вкладывает в создание такого форпоста для получения абсолютно экономических выгод. А поддержка в каких-то там, ну не знаю, в ООНах и всем остальном, там же не обязательно, в чем прелесть этих групповых заседаний, один голос можно сносить любое решение. А для этого России достаточно быть Россией. В этом-то я говорю, что все институции эти государственные, международные, они показали абсолютную свою неэффективность. Если их не пересоберут в результате этого конфликта, а их не пересобирают, потому что уже больше года конфликта, ну, значит, значит, тогда так и будет, что будет там, Тайвань может быть захвачен Китаем, и ничего Китаю не будет за это. А потом, если у Китая, как говорится, появится аппетит, то может быть и Вьетнам. Потому что что вы Китаю предъявите? Как вы его заблокируете? Ну, то есть красиво воспользуются ситуацией, смотря на реакцию западных партнеров в Китая, не понимая, что, как вы сказали, им за это ничего не будет. Абсолютно. Российско-украинский конфликт, еще раз говорю, вот как не покажется странно, ну, то есть он показал, что, говорю, все эти международные институции абсолютно нерабочие инструменты. полный сопли жуй. Другого я не знаю. Хорошо, а может быть с другой стороны, это будет уже последний вопрос, а может быть с другой стороны Китай посмотрит на то, как Российская Федерация отгребает от в 28 раз меньше страны, и она поймет, что, а может быть не все так однозначно, и кто знает, США поставляют кучу оружия Тайваню, и чем для них это обернется тоже? Ну, в этой в этой в в который сейчас вот учение, которое делает Китай вокруг Тайваня, я это говорил в наших предыдущих выпусках, самый большой выгодоприобретатель это Соединенный Штат, потому что визит полосе, я тоже повторяюсь уже, визит полосе величайшая, гениальнейшая дипломатическая провокация, я потом через две недели объявление Байденом помощи в организации заводов по производству чипов на территории Соединенных Штатов, у меня нет ни малейших сомнений, что, ну, завод строится, конечно, долго, потому что особенно такие профессиональные заводы, это там 3-5 лет, но у меня нет ни малейших сомнений, что в ближайшие годы соответственно пальма первенства по производству чипов будет на Соединенных Штатах, Китай в этом случае ведет себя абсолютно бездарно, если они идут по принципу, как идет Россия, что нужно территорий, не территориями рулится в 21 веке мир, он рулится технологиями, он рулится финансами, потоками, а территории это все век 18-16, когда нужно было захватить какую-то территорию, просто они потом захватить то смогут Тайвань, вопросов нет, только на Тайване уже ничего не будет, с Тайваня все съедут и все. Дмитрий, спасибо вам огромнейшее за время, за вашу профессиональную аналитику и нашим зрителям хочу напомнить, что у Дмитрия есть свой YouTube-канал, друзья, не забывайте подписывайтесь, поддерживайте, Дмитрий, а вам спасибо еще раз и конечно желаю вам хорошего дня и до следующей недели по традиции я напоминаю нашим зрителям, что каждую неделю мы с Дмитрием анализируем экономическую политическую повестку того, что происходит в Украине, в Российской Федерации и по всему миру.